Добрых вечеров! Откуда я знаю, что сейчас вечер? Ха-ха! Ну, потому что вы только что вспомнили, что снова не притрагивались к литре. Не утром же вам это делать, хотя... Ладно-ладно, я могу ошибаться, вдруг вы все отличники и просто захотели расширить кругозор и узнать у меня, у Тимура Перцева мнение по поводу сегодняшнего произведения. Именно поэтому вы включили канал Ледл и решили погрузиться в белые ночи. Это рассказ Достоевского и хвала небесам, что это не мрачнуха с убийствами-топорами и маргинальными личностями, а мимимишная любовная история. Не буду спойлерить, но вам стопудово будет печальненько. Так что приготовьтесь, и вы узнаете, сколько дней нужно девушкам, чтобы влюбиться, сколько минут потребуется, чтобы передумать, и самое важное, что такое мезонин. Рассказ пишет некий молодой человек, имя которого неизвестно, только никнейм «Мечтатель». Он депрессует, потому что 8 лет ни с кем не знакомился. То ли девчонки все из Питера в Москву свалили, то ли он, ну, прыщавый, наверное, ботан, об этом Достоевский не пишет. Хочет он познакомиться, но не с кем. Вся история происходит во время белых ночей в Питере. Ну, это летом, в конце июня, если кто не знает. Для любителей природоведения поясню. Питер располагается на такой широте, когда во время летнего солнцестояния светило заходит за горизонт по очень пологой траектории и ныряет за линию горизонта всего лишь на 6 градусов. Поэтому в городе практически не темнеет. Но белые ночи бывают не только в северной столице, но и в других городах. Например, в Вологде, Магадане, Сургуте и даже в Норильске. Но в Питере, конечно же, романтичнее, чем в Магадане. Да простят меня его жители. Ну, значит так. Гуляет наш мечтатель и думает о том, как все коренные жители свалили на дачи, поэтому в городе кончились девки. Но сильно не переживает. Тышит воздухом и разговаривает с домами. Летящий он. Романтичный, весь насквозь, как Сережка Лазарев. Идет он по набережной домой, потому что уже 9 часов вечера и пора спокойные ночи малышей включать. И вдруг видит, что на набережной плачет девушка. Голову в речку светила и ревет. Может, айфон свой туда уронила? Ну, или просто песню Билли Айлиш слушает. Она увидела мечтателя и рванула по набережной в противоположную сторону. Наверняка подумала, что он питерский алкаш. Но наш романтик был положительный перс. И он тихонечко пошел за ней, чтобы не сильно пугать. А тут ей навстречу как раз выскочил настоящий питерский ценитель полусладкого. И стал вяло приставать. Девушка испугалась, хотела полицию звать. Но мечтатель отпихнул нетрезвого мужика и взял ее под ручку. И пошел провожать домой. Но сразу же зашкварился перед ней, потому что признался, что совершенно не умеет общаться с девушками. И заикается при визе любой представительницы женского пола. И вообще несет кучу чепухи про свою робость и застенчивость. Девушка посматривала на него и вздыхала. Пока они дошли до ее дома, мечтатель уже влюбился по самые глазные яблоки. И он умоляет ее встретиться завтра. И говорит, что придет сюда, даже если его переедет поезд. И если вдруг она откажет, то он будет стоять тут всю ночь и плакать. Ну как отказать такому Дон Жуану? И она согласилась на второе свидание. Но при одном условии пацан останется строго во френд-зоне и ни на шаг ближе. Потому что влюбляться в нее нельзя. И пальчиком погрозило. И добавило, что у нее есть тайна, которую она расскажет завтра. Учитесь девчонке, как надо парней интриговать. Конечно, он не спал до утра и думал только о ней. Интересно, что это за такая тайна? Сейчас вы узнаете, что скрывает девчонка. Кем занято ее сердце. И получится ли у мечтателя покорить ее сердце. Настал вечер второго дня. Пацан весь аж чешется от нетерпения и любовной горячки. Девчонка постоянно хохотала и требовала мечтателя рассказать о себе. Он включил режим Ромео и лепил ей, какой он весь нежный, как горошек Бон Дюэль. Потом еще часа три красиво зачесывал про Питер и про то, в каких убогих хатах живут мечтатели. А еще о том, как он одинок еще часа четыре говорил. Девушку звали Настенька. Она делала большие глазки и слушала каждое слово. Даже в блокнотик цитаты записывала. И наконец-то рассказала и свою историю с тайной. Было это два года назад, когда ей исполнилось 15 лет. Сейчас ей 17. Вот почему ей так понравился изысканный языкастый романтик. Все ясно. Итак, Настенька живет со слепой бабушкой. И они сдают в аренду мезонин. Не-не-не-не-не. Мезонин это не средство от диареи. Принимайте мезонин три раза в день после еды. И не фамилия. Здравствуйте, я Петр Михайлович Мезонин. Так называется надстройка на крыше дома. Типа маленький второй этаж. Ну, как большой скворечник с балкончиком. И поселился в этом мезонине молодой человек приятной наружности. Бабка сильно опасалась, что внучка влюбится в этого постояльца. И постоянно проверяла, какие книги он ей подсовывает. И нет ли в них любовных записок. Но Настенька в свои 15 лет, конечно же, без ума в него втрескалась. Потому что он загадочный. И читает французскую литературу. Ну, как тут не влюбиться. Пару раз сводил Настеньку и бабушку в театр на сивильского цирюльника. И больше ничего такого не делал. Улыбался только и здоровался. А Настя вся пунцовая. Ходит от любви и страсти. И вот жилет засобирался съезжать. Типа ему в Москву надо. Настя в обмороке и что делать не знает. Боится не пережить разлуки и умереть, как каштанка. И тогда она собрала в чемодан любимые джинсы с Алика, кеды. Напихала литературу французской. И пошла к парнишке в мезонин. Я, говорит, с тобой поеду. Потому что душная бабка меня достала. Молодой человек сильно удивился и почти заплакал от такой постановки вопроса. И сказал, что он нищеброд. И им вдвоем никак не прожить. Лучше мы встретимся через год. Если Настя не передумает и будет по-прежнему его любить, то прям через год в ЗАГС пойдем, говорит. И вот прошел год. Стоит Настенька в своем лучшем платье на набережной. Билли Айлиш слушает и плачет, потому что этот мезонин ее продинамил и не пришел. Мечтатель начал вздыхать и плакать от переизбытка чувств. И советует девушке написать письмо, потому что его можно отнести мезониновскому другану и тот передаст. Так и поступили. Настенька написала письмо, а мечтатель припер его по какому-то адресу посредника. На третий день они снова встретились. Настенька снова хохотала, бросалась мечтателю на шею и говорила, что он такой, он такой молодец, что не влюбился в нее, что он такой самый-самый лучший дружочек-пирожочек. Строила ему глазки, вся трепетала, как ветка березы, и утверждала, что теперь мы вместе навсегда, forever and ever. Тот пацан снова не пришел. Настал день четвертый, письма от него не было. Настюха стала истерить, рыдала, кусала, перила, говорила, что он горилла, что он подлец и негодяй, и что она потратила на него самый лучший год своей жизни. И пусть он горит вместе со своей Москвой, как в 1812 году. Не пусть бабу себе завел, козлина, говорит она. Все, я его больше не люблю. И фотокарточку в речку выкинул. Дальше все, как в индийском кино. Но мечтатель бухается на коленке и рыдая признается, что любит Настеньку так же горячо, как конституцию Российской Федерации. Что жить без нее не может и всякое такое. Настенька обнимает мечтателя и говорит, что он такой хороший, как бараш из Мишариков. И что она непременно забудет этого мезонина и выйдет замуж за мечтателя и будут они жить, пожевать и копить на стиральную машину. И тут же договорились, что прямо завтра мечтатель переедет к ней в этот легендарный мезонин на крыше, а потом они поженятся дня через два. И в эту самую минуту появился долгожданный возлюбленный Настенька вскрыт, как галчонок, и бросилась ему на шею. Помахала мечтателю ручкой и они удалились в закат. А на следующий день прислала мечтателю письмо. Типа, прости, бро, мы друзья друганы навеки, не забывай меня, будешь крестным моего сына когда-нибудь. Чмоки-поки. Повесть заканчивается на том, что наш романтик рыдает, прожигая парки слезами и благодарит жизнь за минуточку счастья. Если вздумаете читать это произведение, запаситесь ведром чая, потому что сахара тут в сто раз больше, чем в Кока-Коле. Мне вообще кажется, что Достоевский эту повесть наспорно писал или для того, чтобы привлечь женщин, как целевую читательскую аудиторию. Хотя, не знаю. Столько рафинада не бывает даже в бульварных романтичных книжках, которыми в электричке торгуют. Отличился Федор Михайлович, конечно, отличился, но мечтателя жалко. Анастасии хватило три дня, чтобы влюбиться в него и ровно секунду, чтобы разлюбить обратно. Недаром Шекспир говорил о женщины. Коварство ваше имя. Что ж поделать? Семнадцать лет. Время безудержанной любви. Вам тоже, кстати, придется всякое пережить. Даже завидую вам немножко. Это повесть «Чистейшая жеза». Стать девушке другом и страдать – это проходит почти каждый юноша. Так что мотайте на усы и ищите ответы на любые вопросы на страничках классической литературы. Это был Лид Прагон и Тимур Перцев. Любите взаимно. Подписывайтесь на канал и не пропускайте мои пересказы. Пока. Продолжение следует. Продолжение следует.